Здравствуйте, дорогие зрители! Мы начинаем новую передачу из цикла «Круглый стол» с Константином Севковым. Наша передача, как и предыдущая, посвящена освещению проекта новой конституции, новой конституции для народа, народной конституции. Авторы этого проекта находятся здесь, в нашей студии. Это Андреев Сергей Юрьевич, известный экономист, я уже его характеризовал, и Филин Владимир Иванович, один из руководителей движения «За национализацию стратегических ресурсов». Напомню, что в прошлой передаче мы разговаривали с нами об основах этого нового проекта конституции, о том, что этот может дать простому человеку и зачем, собственно, возник вопрос о подготовке новой конституции. Сегодня мы нашу передачу хотим посвятить более детальному анализу отдельных, наиболее важных аспектов вот этого конституционного проекта. И вот прежде всего я хотел бы как раз остановиться вот на чем. Что собой будет представлять система власти в соответствии с новой конституцией? На предыдущей передаче мы с вами говорили о формировании принципиально новой ветви власти, которая, по сути дела, является властью контроля народа за действующими всеми остальными ветвями власти, вершиной которой является общественное собрание федерального уровня, общественная палата. Но тут сразу же возникает вопрос, как стыкуется вот эта вот система контроля во главе с общественной палатой с системой другой власти, которая тоже, по идее, должна осуществлять контроль за деятельностью исполнительной, конституционной власти, да и вообще всеми людьми нашей страны. Это судебные власти. Как будет соблюдаться контроль и законность в нашей стране? Кто из вас возьмется за эту сложную тему? Ну, самый важный момент это формирование высших судебных органов. Это Верховного суда Российской Федерации, это Арбитражного суда Российской Федерации и соответствующим образом тех, в общем-то, судов, которые находятся в регионах и в районах. Надо отметить, что сама система сегодня формирования судов высшей инстанции, это система назначения, хотя ветвь власти не может быть назначена другой ветвью власти. То есть, по сути дела, происходит следующее, что президент представляет судей Верховного суда на обсуждение в Федеральное собрание. Федеральное собрание на основе представленных кандидатур либо утверждает, либо не утверждает. Возникает вопрос, данные судьи, они будут отчитываться или выполнять законы? То есть, получается, что те, кто их назначил, президент и соответствующие федеральные собрания, это их, будем говорить так, ну, может быть, грубо я скажу, покровители. Те, которые их представили, и они, хочешь не хочешь, как-то ориентируются на то, что эти представители других ветвей власти на сегодняшний день все-таки могут с ними контактировать, и если это контактирует в рамках закона, это хорошо. Но мы видим, к сожалению, эти контакты далеко от рамок закона. Поэтому вопрос о том, как будет формироваться непосредственно состав судей, это основной вопрос. Мы предлагаем следующее, что в данном случае судьи должны быть избраны, но состав кандидатов на избрание будет формировать госсовет на уровне на высшем, значит, законодательные собрания на более низшем и так далее. То есть, получается, что избранные людьми депутаты, и у них полномочия соответствующие, они представляют на утверждение через, будем говорить так, через равное и тайное голосование, на утверждение этих кандидатуры через избрание гражданам России. Гражданам. То есть, голосовать будут граждане. Только граждане. И тогда суд действительно будет независим. И тогда суд будет действовать в рамках закона. И любой звонок, от кого бы это ни исходило, не будет надавить, ну, даже психологически на него. Да, если даже президент позвонит федеральному суде, он скажет, извините, я действую в рамках закона. Но когда он знает, что его назначил президент, и что его может отстранить президент от занимающей должности, то он и действует в рамках интересов того, кто ему звонит. Ну, это один из аспектов. То есть, это выборность судей. Вот они будут выбраны. А как они будут взаимодействовать с общественной палатой, с госсоветом? Будут ли подотчетны суду, скажем, депутаты госсовета или депутаты общественной палаты? Как будет решаться вопрос отстранения судей от исполнения их обязанностей в случае, если зафиксированы факты нарушения им законодательства? А таких случаев сейчас более чем достаточно. Ну, у нас вложено в Конституцию следующее, что если судья нарушил закон, то рассматривать будут его действия другие судьи и уже вносить определенные решения по этому судье. И если это решение будет соответствующим образом принято судом, то президент обязан будет принимать решение об отстранении данного судья. Но на основании решения суда. Ну, мы с вами прекрасно знаем, что есть такое понятие, как честь мундира. И очень многие судьи могут... Да, ворон ворону глаз не выклюет. И бесчестный судья, если совершит какое-то нарушение законодательства, он примет все меры к тому, чтобы те люди, которые будут его судить из такого же судейского сообщества, не осудили его за это. И вероятность того, что это так будет весьма высока. Мы, например, имеем более чем достаточно. Корпортированное сознание всегда существует. Вы понимаете, это очень сложный вопрос с точки зрения того, что как себя поведут те судьи, которые увидят, что данный судья пойман на взятке, из-за которой погибли, допустим, люди. Ну, предположим. Ну, если он просто неправильно засудил кого-то. Ну, неправильно засудил. Опять-таки, это ведь получается так. Суд контролировать со стороны общественности крайне сложно. Потому что общественности нужно знать хотя бы по меньшей мере хорошо уголовное право и судейскую практику. Владимир Иванович, здесь напрашивается вот то, к чему нас подводит Константин Валентинович. Это право общественной палаты, раз это органы государственной власти, с контрольными функциями принимать решения, в том числе и по судям. Об отстранении судей. Об отстранении судей. Мы не стали его закладывать в данную Конституцию, ибо это вопрос широкого обсуждения. Если наш народ решит, что это необходимо, мы будем вкладывать это в Конституцию. Но сегодня этого нет. Ну, вот вы говорите о том, что в нашем государстве мы должны переходить на мобилизационную экономику. Мы говорим о том, что будет смешанная система собственности. Мы говорим о том, что появляются качественно новые формы экономической деятельности, качественно новые формы экономической собственности, народные предприятия. По сути дела, ведь это означает только одно, что в Конституции закладывается качественно иная идеологическая основа. Это уже не чисто породный, в нечистом виде свободный рынок. Вот вы можете рассказать, что все-таки какая идеологическая база является, вот на какой идеологической базе построена вот этот проект народной Конституции? Только прошу учесть, что надо говорить об идеологии именно как о научной теории. То есть я хотел бы от вас слушать о философских, мировоззренческих аспектах идеологии, о социально-экономических, в том числе и экономических в особенности. Такое понятие, как социальная справедливость, это тоже идеология. Как это будет реализовываться вот в рамках вот этой Конституции? Ну и конечно вопрос, и геополитики от них не обойтись. Это большой очень вопрос. Вы знаете, есть несколько новаций вот именно в нашем проекте Конституции. Я всем напоминаю, что это обсуждение проекта, который мы вносим на широкое народное обсуждение. В первую очередь, у нас сегодня отсутствует национальная идея, национальная идеология. Это прямо написано в тексте действующей Конституции. Никакая идеология не может быть признана главенствующей. Почему, друзья мои? Мы почему живем без идеологии уже 20 лет с лишним и не понимаем, куда движемся? Это разрушает нашу мораль, это разрушает наше поведение в конечном итоге. И фактически в новой Конституции, в которой мы предлагаем, вводится понятие национальной идеи, вводится понятие принципов, на которых строится все остальное. То есть все взаимоотношения власти и государства, отношения между людьми. И сводится это к тезису, когда, вы знаете, ничего лучшего не придумала история, с моей точки зрения. Называется «Свободное развитие каждого ради свободного развития всех». Тезис этот Маркс принадлежит и придумать что-нибудь лучше. То есть, когда каждый вкладывает свои старания, свою волю на благо других, а общество дает ему возможность развивать собственные таланты, вот это и есть та идеология, когда все работают на всех и от этого выигрывают каждый. В чем бы он себя не проявлял, работник он, художник, менеджер или государственный служащий. Это первое. Второе, это, конечно, отношения между людьми. Если мы будем говорить, что кто-то из нас имеет иные привилегии по сравнению с другими, то такая религия или такая, ну скажем, установка, она в принципе должна быть неприемлема и признана экстремизмом. Потому что есть некоторые аспекты, позволяющие выделять людей по какому-либо признаку, скрытой форме, а всех остальных считать людьми второго сорта. И это, к сожалению, сейчас проходит во многие, ну скажем, не законодательные акты, но в поведенческие, в религиозные и так далее. Теперь еще одна деталь. Вот у нас существует такое понятие, как индивидуализм, как главенствующая философия. Вы спрашивали о философии, которая стоит во главе нашей идеологии, должна стоять. Если мы ставим, что каждый человек сам по себе, человек-человек-волк, и вот вам современное общество. Если мы говорим, что коллективизм является моделью взаимоотношений между людьми, как, ну скажем, такое выраженное дружелюбие, то да, это становится основой идеологии. И проходит в школьное образование, в отношении пропаганды и во всем прочем. И последнее. Есть такое понятие, все-таки, наше имперское мировоззрение. Россия перестать должна стесняться того, что она приносит в мир главенствование духовных ценностей материальными. Ребят, у гроба карманов нету. Вот давайте на этом, как бы, дискуссию на эту тему больше не вести. Не надо накопительством, стяжачеством, вот этим материализмом в грубой форме подменять понятие любви, духовности и какой-то, ну не знаю, богоизбранности, если хотите. Поэтому мы объединяемся все, мы предлагаем фактически человечеству наше мировоззрение, светлое, спокойное, дружелюбное. И это наша миссия перед человечеством. Вот еще один такой момент, который обязательно проходит в наше мировоззрение. Имперское самосознание, основанное на том, что мы несем что-то доброе людям в мир. И вот эти волчьи отношения, пусть они где-то там у себя проявляют, мы в России живем по-другому. Вот наша национальная идея. И это прописано в новом варианте этой конституции. Исправляйте, только давайте поговорим, а почему вы хотите по-другому. Поэтому мы здесь предложили набор тезисов и коллективизм как национальную идею. Давайте обсудим. Ну, вот вы сказали имперская идея, имперское мировоззрение. Наверное, это правильно. Россия это было не мило место. Вот вы имперское, подразумеваете, позитивное. Для многих сейчас понятие имперское означает скорее негативное, нежели позитивное. Я говорю для многих. Для меня это имеет позитивную оценку. Вот как вы на этот вопрос ответите, как вы вот эту тему, проблему разрулите, я так скажу. Ведь любой термин, любое именование несет определенный груз, тот, который был раньше. Мы по факту занимаем, ну скажем, там, если не шестую, то по крайней мере седьмую часть мира. Это уже империя. Это уже некое государственное устройство. Это большое государство, но не обязательно империя. Ну, империя в данном случае означает некую общность людей, которые представляют колоссальную такую какую-то силу из себя. И каждый человек черпает свою силу в силе вот этой вот общности. А чем, скажем, отличается, скажем, вот империя, вот с вашей точки зрения, от не империи? Ну, скажем, большое государство, но не империя. Ну, маленькая Греция, например. Ну, это маленькая Греция. А вот, скажем, большое государство, но не империя. Может такое быть? Вот Китай, это империя или нет? Конечно, империя. Конечно, империя. Более того, она имеет все признаки единое управление, единая экономика, единые законы и огромная территория. США тоже империя? И США империя, да, безусловно. А Великобритания? Великобритания, это, знаете ли, островное государство, которое помахивает, как бы, фунтами стерлингов. С моей точки зрения, нет. А вот, скажем, лет сто тому назад она была империей? Была, обладая огромными колониями. А чем она отличалась? Ну, колонии же, это не часть империи. А в чем она отличается? Чем вот Британия, которая имеет просто колонии, которая не является частью империи, метрополии, от Британии нынешней, которая не является империей, с вашей точки зрения? Чем она отличается? Вопросом взаимодействия главной, как бы, действующей государственной власти с ее периферией. Империя – это цельность. В данном случае, когда там были колонии, это была цельность. Сегодня там колонии. Там сейчас тоже есть цельность. Ну, на уровне острова. Ну, маленькая просто. Маленькая империка. Империка, да? Империка такая. Ну, наверное, все-таки это нельзя так адекватно оценить. Ну, Константин Валентин, вопрос... Вопрос состоит в том, что, наверное, все-таки империя – это в первую очередь, вот если говорить исторически, это государство многонациональное. Я только хотел начать с того, что у нас, давайте так, история российского государства и присоединение различных земель, в том числе сибирских, дальневосточных, это же все было под империю сделано. Империя – это такое государство, в котором сосуществуют разные народы, не размываясь в плавильном котле, как в США, и не являясь модно-национальной нацией. Они живут воедино, на едином пространстве, по единым законам. Вот, но вместе с тем сохранят свою национальную идентичность. Как это было в Риме, в Римской империи, реальной. Как это было в Византии, в Византийской империи. И все члены этого государства имели право оказаться на вершине власти. Вот так было в Византии. Так было в Советском Союзе. Я предлагаю на эту тему обсуждения прекратить. Знаете, почему? Все, что вызывает дополнительные вопросы, не является, ну, как сказать, тезисом для такого обсуждения компактного, как у нас сейчас. Уйти от термина «империя» – хорошо, давайте уйдем. Я думаю, как раз о том, что не надо уходить от термина «империя». Просто нам нужно в Конституции прописать, что такое «империя». То есть, говорить о том, что Российская Федерация – это империя, как многонациональное государство, с правным правом доступа каждой нации к высшим эшелонам власти и сохранением этнокультурной идентичности. Спросят, давайте императора. Император, империя не обязательно может иметь императора. Ну, в общем, мы, конечно, коснулись несколько такой тонкой детали. Это касается идеологической, это важная идеологическая ситуация. Это идеологическая, но я бы так сказал, сегодня Россия – это империя, империя, по сути дела империя, но она империя с государствами в государстве, потому что то, что у нас в республике существует, по сути, это маленькие национальные государства. И мы это все прекрасно понимаем. Мы предлагаем несколько иной формы унитарного государства, а унитарное государство – это будет империя или нет? Если там будет сохраняться, исходя из той классы, национально-культурной идентичности в виде автономии, тогда да. Тогда это империя все равно. Но так вот мы сейчас и говорим, что у нас уже есть империя, что мы отходим от этого. Мы, в принципе, находимся… Просто это мы идеологически фиксируем. Это важный момент. Вопрос в том, что по идеологии мы не уходим от того, что 143, по-моему, народа живет на территории Российской Федерации, и мы живем в одном государстве с одной системой управления и власти, по сути дела. Да, но сохраняя цветную культурную особенность, это и есть признак империи. Поэтому мы об этом говорим. Потому что империи бывают разные, как и государства бывают разные. Есть империи-угнетатели, которые все подавили. Римская империя претендовала на империю Третий рейх, хотя он так и не стал империей. Великобритания была империя, она всех подавляла. А есть позитивные империи, которые, наоборот, берегут, взращивают, сохраняют народы. Я-то вкладывал смысл империи в том, что мы жители огромного территориального устройства государственного и причастны к нему, и не имеем права себя принижать до размеров, ну, скажем так, вот, каждый отдельно в своей норке. Мы говорим с вами как раз уже о идеологических вещах. А раз идеология, значит, теперь такой момент интересный. Вот вы затонули дух, примат духовного над материальными, я с вами согласен, это правильно. Но это идеологический аспект, идеологическая основа. А вопрос идеологической основы сразу затрагивает основной вопрос философии. Кто мы, материалисты, идеалисты, дуалисты, или в каком качестве мы выступаем? Я бы здесь просто ушел от такой, ну, как вам сказать, примитивного материализма и говорил, что мы живем ради все-таки любви, дружбы, развития личности, каждой. Это должно доминировать над тем, что у меня есть много вещей, поэтому я лучше тебя. Так нельзя. И эти западные ценности надо просто отодвигать. Я лучше тебя, потому что я более добр, потому что я достиг больших вот успехов, ну, в выбранной мной сфере. Больше добра людям принес, больше отдал, вот, а не больше схватил. Как только мы переходим на такие рельсы, мы понимаем, что значимость человека, она действительно упирается в его саморазвитие, а не в материальное приобретение. Но тогда, если с научной точки зрения мы здесь стараемся все-таки быть в парадигме ученых, надо говорить о том, что надо строить нашу национальную новую народную конституцию на нашей идеологической основе. Наверное, говорить о четвертом ответе на основной вопрос философии, о системном единстве и неразделимости духовного и материального. Я бы согласился. Наверное, так. А куда деваться? Вот. Теперь еще один момент. Раз есть разные государства. Есть государства, в которых конституционно закреплено существование некоторой элиты, а бывает и даже неконституционно закреплено, это подразумевается. Где реальная власть осуществляется не теми, кто созидает, работает, творит, а те, которые умеют, вот как вы говорите, умело вернуть бизнесмену и хапнуть деньги барышнику, спекулянту, банкиру или еще кому-нибудь. Вот. И они там правят бал. Вот так происходит в Соединенных Штатах Америки. Сейчас происходит так в Европе. Где-то к этому направлению идет Китай. А был период в советское время, в Советском Союзе, когда реально власть осуществляли те люди, которые были творцами. Те люди, которые сменили царскую, а потом буржуазную власть на социалистическую. Те люди, которые творили в разных сферах. Вот. Экономику возглавляли специалисты, которые прошли по цепочке от инженера до крупного руководителя, которые имели базу такую. А сегодня вот у нас смотришь один, другой, третий. Один приходит к генеральным директорам крупного предприятия в 21 год, а еще вузы не успевший закончить. Винник такой гениальный, что просто вот, ну, нету сил. Другой вот министром приходит в 30 лет. Ну, и так далее. Кто, по-вашему, с вашей точки зрения, должен быть главной фигурой в будущей стране? Чья власть должна быть вот концептуально в нашей стране согласно вашей конституции? То ли это будет трудовой люд, то ли это будет элита некая. Пусть даже справедливо сформированная. У нас трудовой люд нанимает себе элиту по этой конституции. Нанимает и платит ей за то, насколько она хорошо работает для трудового люду. Вот и все. Не нравится, элиту сменяют. Мы сейчас с вами подойдем к одному вопросу. Понятие элита – это что? Понятие элита может быть разное. Элита та, которая, извините, к бюджетному корыту подошла и схапала деньги. Многие государственные элиты, которые, вот то, что мы сейчас говорим, прошла все цепочки развития своего. Если это цепочки развития прошли, то есть она пошла от вуза и дошла до генерального директора, то такую элиту мы хотим. И здесь надо закрепляем. То есть вы говорите о том, что это народная конституция. Народная элита должна быть. То есть она взращенная элита. То есть это власть трудового народа. Но по сути дела так. Потому что народ нанимает элиту, и он создает ее. Он же ее создает. Народ бывает разный. Ну да, понятно. Здесь речь идет о власти трудового народа. Именно такое. То есть, по сути дела, по классике, как это было, в далекие 20-е годы служу трудовому народу, говорил офицер Красной Армии. Говорил рядовой Красной Армии, боец Красной Армии. И мы сегодня тоже говорим о трудовом народе. Но по практике, которая воплощена в конституцию, происходит так. Народ не очень грамотный. Но ему хватает ума нанять себе грамотных менеджеров, посадить их на процент от всего, что будет произведено в регионе. И все. И эти менеджеры ради общего результата приносят гораздо больше, чем этот... То есть, при таком подходе, неквалифицированный менеджер, который валит производство, он разваливает... Отвечает рублем. Нет, он просто не сможет удержаться и... И вылетит. И вылетит момент. То есть, вот за счет этого будет обеспечена, гарантированно власть трудового народа. То есть, шаромыжник, извините за выражение, который за счет, так называемого, выстраивания человеческих отношений проник в высшие эшелоны власти, такого быть не может. То есть, он себя проявит и будет изгнан. Да, это изгой. Вот таким образом. Это изгой. А теперь расскажите мне такую вещь. Вот мы с вами подошли к тому, что у нас все-таки будет модель, построенная на том, что власть в нашей стране, согласно вашей конституции, должна будет осуществлять люди, вышедшие из трудовых слоев. Ну, это объективно так получается. Значит, вот как будет, что собой представлять экономическая модель государства, которую вы закладываете вот сюда, вот, в конституцию? Сергеевич, расскажите немножко об этом. Ну, подчеркну особо. Значит, это не люди, вышедшие прямо вот, скажем, с каждого завода. Это люди, прошедшие обучение. Наиболее талантливые руководители, каждый в своей сфере. Их по неволе... Ну, я имею в виду, что не значит, что они пришли из завода, рабочий пошел там руководить этим. Я имею в виду, что это люди, которые прошли ступеньки. Ступеньки обучения, которые своим личным трудом, талантом, талантом, искусством, за счет, имея определенные успехи в сфере производства конкретного, в сфере творчества, смогли что-то сделать. Они за счет того, что они, так сказать, сумели построить отношения с Иваном Ивановичем, Петром Петровичем и Сидоровичем... Вы знаете, это не административно решается, а по факту. Да, по факту. То есть, они реально сделали это дело. В этом смысле... Реально достигли каких-то результатов, материальных, духовных результатов. И за счет этого они выдвинулись во властные структуры. То есть, это не так, что взяли их снизу и выдернули. Да. Имелось в виду там. Ну, и во-вторых, это все-таки огромное государственно-частное партнерство. На всю страну, на каждый регион, где люди, живущие там, принимают такое же участие, как и бизнес, который вносит свои деньги, как и государство, которое дает, ну, в проект свои бюджетные средства и административные ресурсы. Это означает, что все начинают работать на всех. В этой связи дураков такая система не терпит. В их выскочек, вот этих вот, которые чей-то родственник, она просто вводится такое, второе правило, что человек отвечает рублем за все, что недополучено благодаря его глупости или нетрудолюбию. Он гасит рублем вот эти свои недочеты. Начальник он, значит, гасит недополученную предприятием прибыль. Если он менеджер высокого уровня, вообще без баснословные штрафы возникает. Если он просто человек, который пропил там трактор условно, или утопил в болоте, он ответит за вот всю недополученную бригадой прибыль. При такой схеме, вот таком устройстве, каждый отвечает за свой участок своим собственным доходом. Это заведено правилом вот этого государственно-частного партнерства. Что государственный чиновник, что хозяйственный руководитель, что обычный член какого-то коллектива работающего, все отвечают за общий результат. Вот такая модель, она всех устраивает, потому что каждый получает по таланту, по труду, по своему потенциалу, и никто никому не завидует, потому что директор, если он получает огромные деньги, то значит все под ним получают огромные деньги, ну или по крайней мере большие. Это общая работа на всех. И это, кстати говоря, имеет прямое отношение к идеологии, о чем вы спросили. Это коллективизм в хозяйственном варианте. Вот такой. Вот экономическая модель. Расшифровывать ее дальше, наверное, не надо. Но все понимают, что есть сектор государственный, частный и их взаимодействие. Вот мы сюда привлекаем еще и людей в виде потребительских кооперативов, огромных союзов, живущих на территории. Это означает, что все становятся пайщиками произведенного государством продукта. Вот так вот скажем. Государственно-частным образом произведенного продукта. Хорошая схема. Поверьте, здесь нет завистников в ней и нет пострадавших. Она впитывает все лучшее. Ну тут возникает, правда, такой вопрос. Я выслушал вас все очень хорошо. Тут и вот такой момент. Представим себе, скажем, какого-то вот такого менеджера, который не по злому мыслу, а просто по глупости сделал какую-то ошибку или принял неверное решение. А неверное решение менеджера – это неправильное действие водителя автобуса, который разбил машину и унесет уголовную ответственность за это дело. Вот принял неверное решение. И в результате этого решения предприятию нанесен огромный ущерб. Ущерб такой, что своим состоянием и даже там на 20 лет вперед заработной платой этот менеджер этот ущерб компенсировать не может. Какая в этом случае, по вашему мнению, должна наступать ответственность по отношению к такому менеджеру? И должна ли она быть? И в каком объеме? Я не знаю, на каком уровне находится менеджер, принесший огромные убытки предприятия. Но это может быть крупный директор. Вот. Если директор, значит он уже давно имеет накопление от всего, что делает с предприятием. Это большие деньги. Он продает все свое имущество, снимает все деньги со своего пая и отпускает в общую казну. А предположим, не хватает этого имущества? Ну, не хватает. Здесь очень большой ущерб, гигантский ущерб. Ну, к примеру, я могу сказать, о какой компенсации директорской собственностью можно говорить, к примеру, если, скажем, сгорел ракетный, подводный, стратегический ракетоносец стоимостью в миллиарды долларов? Нет, только, смотри, вот как вот в этом случае идти речь об ответственности директора? Расскажите немножко вот эту тему. Ну, давайте так. Если там явно нарушения, которые ведут за собой уголовную ответственность, а такая уголовная ответственность существует за, в общем-то, нанесение материального ущерба, значит, он пойдет по уголовной статье. А если нет такой преднамеренности? А если нет, значит, может быть два варианта. Первый вариант, он выплачивает и будет по суду выплачивать до конца своей жизни деньги. Не хватит? Не важно. Суть-то не в том, хватит или не хватит, а суть в том, что он будет понимать, что он живет на крохе, потому что 50%, предположим, от его пенсии, зарплаты, доходов будут идти на погашение данного ущерба. И тогда человек, понимая, что он в конце своей жизни будет бедным, ну, относительно бедным, конечно, то, что нельзя сказать нищим, да, там, может быть, пенсия достаточно высокая, вот он будет выплачивать. Это у него будет сидеть в голове. А взять с него больше нечего будет. Забрать у него квартиру, забрать собственность и так далее, ну, по сегодняшнему законодательству невозможно. А мы говорим про будущее законодательства. А в будущем мы можем ставить вопрос о том, чтобы, но это не в Конституции должно быть заложено, это должно быть в законе заложено, потому что Конституция не может взять все под себя. Это тогда будет каждый графа. В Конституции должны быть заложены фундаментальные принципы. Фундаментальные касаются здесь применения смертной казни в случае существенного ущерба государства. Да, и там у нас введена смертная казнь. Такая предусмотрена. Предусмотрена. Причем мы сейчас говорим о чем? О том, что в данной Конституции, в нашей, да, мы... Действующей. Ну, действующей, да, конечно. Якобы мы уходим от вопроса, связанного с смертной казнью. Но, поскольку мы стремимся в ЕС, стремились, извините, и мы считали себя демократическим государством, возникает вопрос, вы как специалист в геополитике, скажите, пожалуйста, а в демократическом государстве Америка есть смертная казнь? Есть, есть, есть. Тогда почему у нас ее нет? Надо готовиться к тому, что вас обвиняют в том, что вы пытаетесь навязать новую сталинщину, как будет говорить, когда руководитель порой отвечал не только своим имуществом и должностью, но и жизнью за те ошибки, которые приводили к гибели многих других людей или к нанесению колоссального ущерба нашей экономике. Я сразу же хочу сказать, что я сторонник этой сталинщины и считаю, только так и надо действовать. Почему же сталинщина? Это нормальное право государству карать за нанесенный ущерб? Вот, теперь я хотел бы, теперь я хотел бы с вами поговорить вот о чем. Вот здесь вот в Народной Конституции и вообще вот в вашем проекте, вы проводите это постоянно, тему, Владимир Иванович, это вопрос социального пая. И вот вопрос о начислении гражданам Российской Федерации равнодалевой части доходов от использования природных ресурсов и имущества, находящихся в госсобственности. Это центральный вопрос. Это, по сути дела, одна из модификаций тех подходов, которые закладывали в свое время в ливийской джиммахирии Муаммаром Каддафи, которые сейчас реализуются в той же самой Саудовской Аравии, в Эмиратах, в Катаре, где местное население, где жители, граждане этих государств живут очень достойно, имея только вот эту самую природную ренту. Расскажите поподробнее, как это вам видится именно в России? Ну, вообще, сам по себе проект заключается в том, чтобы каждый гражданин Российской Федерации был собственником 143-миллионной доли, которая ему по праву принадлежит с момента рождения. Он родился, и он имеет право на это место, на эту землю, на это богатство. В 90-х годах все это богатство, будем говорить так, своровали. Мошенническим путем захватила определенная группа. Эта группа сегодня называется олигархами. Они сегодня фактически контролируют все ресурсы страны, в том числе стратегические. Там, где, вот вы перечисляли определенные страны, там сделана очень простая вещь. Там все, что продается, то, что заложено в земле, а именно недра, вода, значит, все природные ископаемые, они, по сути дела, отчисляют от продажи этих природных ресурсов долю на каждого человека. Мы предлагаем сделать такой же вариант, как во всем мире существует в тех странах, где это применяется, а именно. Значит, каждый человек получает с момента рождения социальные паи, это как паспорт. Я получил паспорт, я его не могу заложить, продать, отдать в управление. Это мой документ, по которому я получаю. Или как свидетельство о рождении. Да, свидетельство о рождении, также можно сказать. Я не могу, но я по нему получаю дивиденды. И эти дивиденды, которые начисляются, ну там целая система, да, начисления, я просто сейчас не буду в детали выходить. Каждый человек получает определенные суммы. Ну, допустим, в штате Аляска где-то 2000 долларов в год они начисляли, да. У нас может быть меньше, может быть больше, в зависимости от того, как идут продажи или использование природных ресурсов. Но что главное, что эти дивиденды могут, суммы от этих дивидендов поступающих могут идти только в определенные направления. А именно на поддержку здравоохранения, то есть если человеку нужно лечиться, он может вложить это. На образование, на получение жилплощади и на у нас еще ЖКХ, да, поскольку это самые такие проблемы. То есть люди получают дополнительные средства, которые их поддержат в этих направлениях. Ну я приведу пример, вот пожалуйста, просто строительный, да. Вот сегодня самая большая проблема среди в том числе молодежи это отсутствие жилья. От этого и рождаемость падает, поскольку нет возможности. И скандалы, и разводы, и можно перечислять много-много, да. Что мы предлагаем? Человек получает социальный пай, и он может дивиденды от этого социального пая перечислить строительной компанией. Это его право. Он пишет заявление, он перечисляется. И тогда, в данном случае, строительная компания начинает работать именно на то, чтобы это жилье для него лично было выстроено. И таких людей найдется колоссальное количество. Значит, мы поднимаем строительный комплекс. Строительный комплекс потянет массу, так сказать, за собой других предприятий, которые там дороги, строительные комбинаты, асфальт. Масса, масса. Это единственная, может быть, отрасль, которая сопутствующих предприятий создает колоссальное количество. Значит, таким образом мы создаем рабочие места раз, мы обеспечиваем жильем людей два и решаем демографическую проблему три. И уверенность в завтрашнем дне даем людям. Потому что здесь вся составляющая идет. В том числе деньги, место работы, жилье и, соответственно, образование, о котором мы говорили. То есть, что получается? Получается следующее, что каждая семья по расчету, поскольку я занимался строительством, это знаю хорошо, в течение до пяти лет получает за счет дивидендов квартиру. Только за счет дивидендов? Только за счет дивидендов. То есть, вкладывая в сектор строительные дивиденды от ПАЯ, они получают таким образом квартиру. Что мы получаем в этом плане? А мы получаем в том, что у нас снимается проблема безработицы. Это одна из самых проблемных. И жилье. Вот вам две основные проблемы. Вот смотрите, квартира стоит типовая 5 миллионов. Стоп, стоп, стоп. Давайте так. 5 миллионов она стоит с коррупционной составляющей. А без коррупционной составляющей квартира практически стоит приблизительно 20-25 тысяч рублей квадратный метр. 20-25 тысяч рублей квадратный метр. Это я беру в городе, а если в селе, это 15 тысяч. Пусть берем 20 тысяч. 20 тысяч. Вот 20 тысяч, скажем, 50-ти метровая квартира. Вот. Это где-то 1 миллион рублей. 1 миллион рублей. 5 лет. Это по 200 тысяч. Семья из двух человек. Почему из двух? Мы не говорим из двух. Мы говорим из трех. Пусть даже из трех. Пусть даже из трех. Пусть даже из трех. Это получается, что вы предполагаете, что ежегодно должны быть по 70 тысяч примерно. Это... Один минимальный размер оплаты труда в месяц. 70 тысяч. Это разве много? Сколько должен получить? По 5 тысяч рублей в месяц. Дополнительно, да. Константин Владимирович, я взял максимальное, 5 лет максимальное. Если брать по подсчетам средним, то это 3,5 года. Это с момента получения разрешительной исходной документации до ввода. Это 2-2,5 года. То есть практически за время строительства года человек, дома вернее, человек может получить квартиру. То есть попросту говоря, речь идет о том, что вот этот социальный пай должен предусматривать возможность получения в течение года до 70 тысяч дополнительных денег. Это минимально. Это минимально. Это минимально. Ну вот это в общем-то довольно приличная сумма. Что там говорить? И в принципе это было бы хорошим спомоществованием. Вот это дает молодым людям хороший стимул и надежду. Знаете, мне всегда задают вопросы. Вот знаете, откуда столько будет денег? Там подсчитали, что чуть ли не 15 миллиардов там, 15 триллионов там пойдут. Я говорю, оттуда? Откуда у нас сегодня накопление идут? Вот 111 миллиардеров на всякий случай. 111 миллиардеров сегодня обладают где-то порядка полтриллиона долларов. Полтриллиона долларов. Это то, что только мы можем говорить об официальном. Я уж не говорю, сколько там в офшорах. Ну я могу сказать, что уже сегодня речь идет о том, что вывезены зарубежные банки, это уже официальные данные. Два или три триллиона? Около 2-2 триллиона долларов. Значит, если брать с нашим имуществом, с нашим российским просчет, по моей статье, более трех триллионов долларов. Ну вот и вам прекрасные цифры. Вот и вы цифры, да. И это все за 25 лет. Пристроили себе эта группа. Поэтому вот эта цифра 70 тысяч по социальному паю, это вполне реально. Я могу добавить еще одно, дорогие зрители, что ведь эти 70 тысяч будут выплачиваться не в течение пяти лет. Эти 70 тысяч будут плачиваться каждому человеку с момента рождения. То есть молодой человек к моменту вступления в зрелый возраст, то есть 16, 17, 18 лет, у него уже будет накоплена изрядная сумма, измеряемая больше миллиона. Это та сумма, на которую он может уже рассчитывать купить себе квартиру. Я сделаю некоторую поправку, чтобы было понятно. Дело в том, что деньгами, которые будут начисляться на именной счет, в том числе и ребенку, может распоряжаться родитель до его совершеннолетия. Тем, кто в детских домах или сироты, там будет рассматриваться вопрос, либо это накопительная система будет, о чем вы говорите, либо это будет, если попечитель, то попечительская. То есть здесь вот так однозначно сказать нельзя, что... Но суть в том, что ребенок родился, и он уже к совершеннолетию может не одну квартиру получить, по сути дела, по своим деньгам. Поэтому мы говорим сейчас об обеспечении жизненных условий, реальное обеспечение, и создание тех условий для того, чтобы мы воспроизводились. Мы сегодня демографический упадок у нас. Я уточню. В данном случае еще два очень важных момента существуют. Это не только недра. Это использование всей государственной собственности, которая существует. Часть от нее, вот доходы полученные, это и будут деньги на вот эти социальные паи. Что это означает? Что все эти вот выкрики, ну скажем так, либеральной общественности, что вот надо приватизировать все до нуля, там все и стратегические предприятия раздать, они прекращаются. Население начинает следить, как использует государственную собственность. И в данном случае вот эти вот, когда заявляют члены правительства, что государство неэффективно меньше, до свидания, ребятки. Заявление сразу в управление кадров и вас больше здесь нет. Такие вы неэффективны и здесь вы не нужны. Потому что народ иметь будет только с госсобственности. Это очень важный момент. Мы наконец начинаем обратно, вот благодаря этой схеме собирать... И будет препятствовать попыткам всякой приватизации. И второе, очень важно. Все говорят, ой, нам дадут сверху, это что, мы теперь пенсии не будем получать, зарплаты начислить. Эти деньги не смешиваются ни с начислением пенсий, ни с льготами. Они просто отдельно даются, все остальное остается как есть. Это очень важно. Нужно понимать, что мы не заменяем этими деньгами все другие. А просто дополнение. Дополнение, конечно. И они идут как отдельные... И я так думаю, что, наверное, эти деньги будут формироваться не только из недр, из дохода от недр, но, наверное, и от... Предприятия, сельхозгодительности государства, конечно. Продажа высокотехнологичной продукции, там, самолетов. Все, что делается. Причем от продажи высокотехнологичной продукции прибыль больше, чем от недр. Еще и больше, конечно. Больше будет нарослеть за тем, чтобы развивалась высокотехнологичная промышленность. Это ваш момент. А еще важный момент, который я все-таки хочу обозначить, крайне важный. Сейчас все-таки есть некое разделение, что ли, по республикам. Вот сейчас такой процесс, когда республики могут сказать, знаете, ребята, мы здесь хорошо живем, а вы там в центре плохо. Вот то, что с торами сейчас происходит. Поэтому, как бы, будем в стороне, а вы там живете. Вот это создает центробежную силу. Они сорганизовывают. Потому что интерес выйти из этого ни у одной республики, ни у одного региона не будет. Потому что даже ни у одного человека, живущего на всей территории Российской Федерации, потому что он будет получать деньги от этого. Какой же смысл ему уходить куда-то непонятно куда? Ну вот, дорогие зрители, вы выслушали на протяжении двух передач представленный вам проект Народной Конституции. Вам судить, насколько он эффективен. Вам судить, насколько он полезен будет вам и нашему народу, в целом, нашему государству. На мой взгляд, это прорывная вещь, которая может стать действительно основой процветания нашей страны. Спасибо за внимание. Спасибо. Дорогие гости, Владимир Иванович, Сергей Юрович, спасибо за участие в нашей передаче. Всех вам бак. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова